Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео я, Пашкевич Анна, говорю о своих любимых культурах, о бобовых культурах, а в частности о вредителях, которые находятся в них и которые из них выходят в период хранения. Наверняка многие из вас сталкивались с такой проблемой, как наличие отверстий на семенах фасоли в процессе их хранения и наличие жуков, которые из этих отверстий выходят. Это насекомые, которые активно поражают бобовую культуру, не только фасоль, называется фасолевая зерновка. Для южных регионов характерно наличие 8-9 видов, для наших северных регионов, к которым относятся и Беларусь, и Ленинградская, и Московская области, это 3-4 вида зерновки. Как выглядит фасолевая зерновка во взрослом виде? Это жуки продолговатой овальной формы, как правило, серой окраски с золотистым опушением, с небольшими пятнами и с ярко-красными усиками на своих кончиках. Фасолевая зерновка, как и фасоль, пришла с американского континента, активно расселилась по Европе, начиная с Франции и на другие европейские страны, затем постепенно перешла на Россию, Молдову, Казахстан и дошла, к сожалению, до Беларуси. Максимальная численность фасолевой зерновки была установлена в 2002 году, когда была нетипично теплая зима для нашего региона. Фасолевая зерновка заражает фасоль как на поле, так и в местах ее хранения. Когда мы говорим про заражение фасолевой зерновкой на полях, то, как правило, начало яйцеклада приурочено к цветению фасоли. К этому периоду самка начинает откладывать в день от 50 до 200 яиц, и эта вся манипуляция у нее происходит в течение 15-18 дней. Поскольку самка откладывает яйца на протяжении 15-18 дней, то и возраст того поколения, которое формируется в бобах фасоли, будет совсем разный. Как правило, когда мы убираем фасоль, то мы с пораженными бобами, с пораженными семенами, к себе заносим фасолевую зерновку. Из пораженной фасоли выходят насекомые, которые могут снова откладывать яйца уже на фасоль, заложенную на хранение, и через 35-40 дней снова выходят насекомые. Иными словами, это достаточно злостный вредитель бобовых культур, в частности фасоли. Как же определить наличие фасолевой зерновки на фасоли? К сожалению, не специалисту, не вооруженным глазом определить наличие яиц на фасоли практически невозможно. Основными признаками наличия фасолевой зерновки на фасоли будут являться такие просвечивающиеся отверстия, которые будут говорить о скором выходе из них насекомых. Помимо этого, эти отверстия могут быть более темно окрашены. Это значит, что скоро из них вылезут уже взрослые жуки. Также пораженные семена, они более легкие, более мягкие, и они не тонут в воде. Поэтому, когда мы замачиваем фасоль в воде, обращаем на этот момент внимание. Что же делать, чтобы бороться с фасолевой зерновкой? К сожалению, на сегодняшний день не существует никаких химических средств, которые направлены на борьбу с этим насекомым. Основные методы более профилактического характера, которые будут направлены на регулирование численности этого паразита. В первую очередь, необходимо понимать, что основная масса заражения фасоли происходит при использовании зараженных семян. Поэтому, когда мы готовимся к посевной, то обязательно тщательно приглядываемся к тем семенам, которые мы будем высевать. Если у вас есть 100% понимание, что именно эти семена фасоли вы будете высевать, а не употреблять в пищу, то для снижения возможности развития в них фасолевой зерновки вы можете их хранить с использованием ватки, которая будет предварительно смочена, например, формалин или вацетон, на которой будет разложена фасоль в закрученной банке. Но обращайте внимание на влажность, которая должна быть не выше 14%. Основной ограничивающий фактор, который препятствует активному развитию и размножению фасолевой зерновки – это низкая температура. Был проведен ряд исследований, которые показали, что при хранении семян фасоли при температуре минус 18 градусов происходит полная гибель фасолевой зерновки уже через 20 часов, при минус 15 и через 24. При минус 5 фасолевая зерновка гибнет буквально через 3 недели, а при 0 градусах фасолевая зерновка полностью погибает через месяц. Поэтому, когда мы убираем фасоль, чтобы профилактически воздействовать на развитие фасолевой зерновки, необходимо просушенные семена заложить на хранение. В зависимости от того, какая будет выставлена температура в холодильник или в морозильник на определенное количество дней. Также, когда вы выращиваете фасоль на своем участке или покупаете ее на рынке в магазине, приносите домой и собираетесь ее не высевать, а непосредственно употреблять, то вы можете полностью исключить развитие фасолевой зерновки повышенными температурами заложить фасоль или в духовку, или в сушилку при температуре порядка 50 градусов на протяжении 6-8 часов ведем просушивание фасоли при температуре 60 и выше градусов на протяжении 2 часов. Также влажность является тем экологическим фактором, который способен регулировать численность развития фасолевой зерновки. Оптимальной влажностью для ее роста и развития является 80-90%. Поэтому, когда мы убираем фасоль с поля, с огорода, когда у нас условия повышенной влажности, шел дождь или недозрелые семена, обязательно ведем их до заривания или их просушку для снижения влажности. Фасольевая зерновка не размножается, отложенные яйца и развивающиеся стадии полностью гибнут при влажности семян, которая отмечается не выше 10%. Также было отмечено рядом исследований, что фасолевая зерновка крайне избирательно относится к биохимическому составу семенной кожуры, которая характерна для фасоли. Иными словами, менее всего подвержена фасолевой зерновке фасоль темно-окрашенная, например, интенсивно-коричневая, темная, темно-синяя, черная, красная фасоль. Более подвержены поражению фасолевой зерновкой желто-окрашенные семена, оранжево-окрашенные семена и наиболее любимая фасолевая зерновка, к сожалению, светло-окрашенные семена, в частности, белая фасоль. Также не забываем вести профилактическую борьбу с фасолевой зерновкой, а именно снижать численность сорной растительности на посевах фасоли и убирать седеративные культуры бобового происхождения вокруг посевов фасоли и других бобовых культур. Поскольку именно сорные растения и седераты бобового происхождения являются дополнительным источником питания для взрослых насекомых, которые ожидают начала цветения фасоли. Если все же случилось, что фасолевая зерновка добралась до ваших семян, у вас нет возможности поменять семенной фонд, у вас были планы на те сорта фасоли, которые вы заложили на хранение к последующему выращиванию, то вы можете отобрать те пораженные семена фасоли, у которых количество отверстий не более двух. Те фасоли, у которых от 3 до 10, они не всхожи и не жизнеспособны. Но вместе с этим фасоль, которая имеет отверстие, которая будет вами высеяна в почву, она будет являться тем источником, который будет притягивать к себе большее количество бактериальной инфекции. Поэтому сделайте выбор все-таки в пользу высева непораженной фасоли. На этом я заканчиваю и прощаюсь с вами. Всего доброго. Оставайтесь на канале Процветок. Радуйте нас лайками и подписками. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!